Субтитры сделал DimaTorzok Определенный вид тыквы, которая росла везде, где только можно было расти, как паразит, как леона. Сейчас это индустрия для туризма, самая популярная именно из этой колобасы или тыквы. Есть другие виды материалов, из которых изготавливаются маты, например, рот коровы, нержавейка, серебро. Барбок уже на самый дешевый конец. Затем из дерева, самая традициональная, конечно, это из тыквы. Бьется из трубочки, одна для всех. Таким образом бьется. Я готовлю, передаю, мне возвращают. Я наливаю воду, возвращают. Каждый раз идёт там по кругу. В зависимости от ёмкости, бывают маленькие, на одного, на два человека, бывают полутровые, на большую компанию. Хватает выпить по кругу 3-4 раза. По 2-3 глотка, может быть, 4 глотка самая большая. Говорят до тех пор, пока не промоется эта трава, когда она не потеряет вкус. Кустровые горькие для начинающих дают сахар, добавляя сахар. Затем уже как-то много-много лет люди пьют, пьют уже без сахара, горькое. Примерно полу, да, когда вот первый раз горькую попробуешь, кажется полынь. Когда добавляется сахар, уже она не такая горькая, привыкаешь к сладкому, потом отходишь постепенно от сладкого и пьется горькое без сахара. Это уже люди, которые годами-годами пьют. Если вы будете пить или покупать, то добавляйте обязательно сахар. Те, которые еще не успели купить, хочу сказать, что вместо воды, вам будут показывать на основе воды, добавлять, давать, пробовать и так далее, очень вкусно добавление молока. Вместо воды молоко. Если уже не хотите пить из одной емкости и трубочки много человек, продается в таких, как чай, пакетиках, опускается в кружку, в чашку в эту и добавляется молоко вместо воды. Сахар, как положено, дети пьют, в детских садах только наливают. Это очень вкусно. Мне нравится больше с молоком, чем с водой. Трава, которая засыпается, называется жербаматы. И она полезна тем, что она мочегонная, у кого есть проблемы с почками. Очень хорошая. Затем есть комбинация нескольких трав. На базе, конечно, жербаматы. Добавляются там какая-нибудь ромашка, или там больду, или апельсин, или лимон. А есть соединение этих трав, разных трав. Одни годы годятся для вывода камней из почек, из желчного пузыря. То есть для чего-то оно за какой-нибудь комбинацией годится для каких-нибудь болезней. Те, которые, допустим, не имеют никаких болезней, пьют просто как мочегонное средство. Те, которые имеют проблемы с мочевым пузырем, утром никогда не пьют. Никогда. Потому что это надо каждый раз искать то ли. В 80-м году, во время Олимпиады в Москве, аргентинцев не пустили на Олимпиаду, из-за того, что они пьют постоянно это маты и считаются алкогольными. То есть наркотические средства. А сейчас в Визии сколько угодно помогут. Все, настоящий матеон, в принципе, уже не надо. Это традиция. Это традиция. Как в Европе чай пьется из чашечек и каждого подается. Это просто традиция. Ведь посуды не было. Когда был гаджи, посуды же не было. Слава Богу нашли одну карабасу, висящую на дереве. Сделали дырочку в ней. Получился стаканчик, из которого можно выпить. Да, в конвертиках можно делать как чай в кружечке с водой или с молоком как-нибудь уже. Но самое популярное это маты из этой горкости. Те, которые ходят под мышкой термос держат, это сразу можно сказать уругвайцы. Аргентинец не ходит с термосом. Он имеет термос только когда в своем магазине продает что-то и на прилаге стоит термос. Во многих можно увидеть. И пьет среди своих друзей, родственников. Не собирается так вот с кем-нибудь выпить маты. Только среди своих знакомых. С любым человеком не пьется. Да? Лена, ну он в принципе традиционный, слабо наркотический. Ой, Виктория, извиняюсь. Он слабо наркотический в принципе. Я просто когда раньше был в Киле, то после четвертой хорошо унижает. Это бодрящее средство. Утром, когда встают аргентицы, еще глаза не открыты, он идет на кухню ставить чайник. Затем идет умываться и все остальные свои дела. Пока сделал, чайник уже подходит к кипению. И тогда заправляется матой. Выпивается один глоточек. И пошел брюки гладить. Возвращается, сделал еще один глоточек. Пошел там глаза окрасить. Или еще что-нибудь делать. И так и ходит. Завперед. Пока собрался, уже позавтракал. Это весь завтрак. И побежал на работу. Пришел на работу снова. Пока работал, выпил. И так целый день проходит. Пьют маты. Но нам объясняли, что... Впечатление доказано, что не работает. Виктория, нам объясняли, что если человек курит и пьет настоящие маты, то вот это чувство никотина, оно, маты его убирает. Никотина? Да. И поэтому те, кто курят, не должны пить маты, потому что могут умереть от передозировки никотина. А нет, я не знаю таких подробностей. В эту медицинскую часть я не внедрялась еще. Нет, ну это раньше было, 30 лет назад у вас когда... Не знаю. Был в Аргентине знаменитый певец Сандро. Вообще-то его фамилия Роберто Санчес. Он умер 2 или 3 года назад. А может быть год, я не помню. Он был заедлым курильщиком и матыром. Матыро пил маты, но... И у него проблемы с легкими было из-за сигарет, но он был любителем маты. У него завтрак был только маты. И многие люди так завтракают только маты. Но нам объясняли, что это местная... Ну как бы вот галучу и остальные нашли эту траву, потому что она убивала чувство голода. И человек как запил маты. Вы знаете, не столько как маты убивает, как вы выпьете стаканчик водички утречка, и вы уже не чувствуете голода. А это еще и трава со вкусом, так действительно можно сказать, что это завтра. Не чувствуешь голода. Это традиционально для всех. Я вам принесла показать маты, традициональная, да? Я потом дам вам всем посмотреть. Здесь она репаная. Так как это натуральная... Смотрите, груша. Форма груши, это тыква. Единственное, что ее, допустим, наоборот отрезали. Обычно отрезается эта шляпка. И здесь нос открыто, конечно. Вставляется трубочка и бьется. В этом случае сделали наоборот. Отрезали вот таким образом. Можете там посмотреть, потом вернется. Внутри репаная. Это традиционально. А может быть из дерева, я уже сказала, из серебра, из нершавейки, из чего угодно. Я знаю, что наши родственники, когда уехали из Аргентины в Россию, они 10 лет жили в России, и не было травы, они пили кофе. Представляете, в стаканчик вот такой. Набить его кофе, поставить трубочку и пить. Это сердце бедное не выдерживало. Не разрешали пересылку жербы по почте. Все приходило, как посылка, а жербу всегда выбрасывали на таможен. А потом уже вези, сколько угодно, хоть, Господи, хоть контейнер нам добавляли. Пилим в таких стаканчиках, помните, хрустальные стаканчики, собранные. Набирали жербу, ставили трубочку и таким образом пилим, потому что не было жербы. В люпом киоске. Я не разговаривала. Да, поэтому говорю, в зависимости от марки, есть вкусовые... Классические называются шербоматы, без добавок. Марки бывают самые разные. Вы покупаете дорогую марку. Например, La Merced, La Union, Rosamonte. Лишь бы была дорогая. Почему? Потому что дешевая, это уже все остатки. Там больше... Как называется? Мусор. Остатки. Порошок. Порошок. Называется парашок. Чем дешевле, тем хуже качество. Когда пьешь, трубочка забивается. Это надо одевать фильтр. Это целая проблема. Полкилограммовая, начиная с 6-7 песо. Называется. 6-7 песо. Это в супермеркаде продается. Это из хороших... Из хороших пошло... La Merced, например, стоит 10 или 11 песо. Как-то так. Супермеркады, это маркетинги. Супермаркет. 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 Ну, 2 третьих части. Я вам сегодня покажу. У вас, где оно там? Интересно. В Порто-Мадейру нет. Это нужно только в город выходить. Я поняла, что это обтянута. На Флориде, на боковых улицах есть магазины маленькие такие, да. Типа китайские магазины. Такие синие решетки в основном покрашены. Там полно продается. А большие, большие. Вот я пытаюсь вокруг вспомнить. Вот на Плаца-де-Мажо там есть экспресс-каррефур. Да, маркетинг, но не сильно большой. Да, она продается везде. Везде. Начиная с 6-7 песо, пошли наверх, уже можно покупать любую марку. Это чистый вкус, да, жерба-маты. А если с добавками, они немножко побольше, на 1-2 песо будет дороже. Полкилограммовые. Килограммовые, конечно, дороже. Продолжение следует...